Я вот о чем подумал. Из всех дисциплин наиболее уязвленной и ахиллесовой пятой является историческая наука. Ни в какую другую науку не пытаются влезть шарлатаны и политики, как в историю. И любая информационно-образовательная война начинается именно с нее. Накануне в Ереване я встретился с директором Института Национальной Академии Наук Республики Армения, доктором исторических наук, профессором Ашотом Мелканяном. Говорили мы не столько об истории, сколько о лжеистории и фальсификациях, творящихся в Азербайджане. На мой взгляд, разговор получился интересным. И я с удовольствием поделюсь с вами этой беседой. Вопрос, который очень важен и очень интересует и меня, и многих других. Чем занимается современная армянская история, академическая история, историки? Вопрос о фальсификации того, что делается сейчас в Азербайджане. Наверняка вы сталкиваетесь с их работами, с их трудами. Наш институт основан в 1943 году, когда была основана, была Академия основана вместе с Академией Наук. Всем отделам у нас и во всех отделах занимаются проблемами фальсификации истории не только с азербайджанской стороны, но и с турецкой. Общеизвестно, что еще в 1930 году была создана турецкая организация Тарих Куруму, турецкая историческая ассоциация по решению первого президента Турецкой Республики, Мустафа Кемали. И вот с этого года началась официальная фальсификация истории не только армянского народа, но и всего нашего региона. То же самое произошло и в Азербайджане, начиная с конца 50-х годов. Основоположником этой фальсификации стал известный академик, герой Советского Союза Зия Бунятов. Общеизвестный Зия Бунятов, который создал очень интересную лжеконцепцию. Якобы азербайджанцы являются коренным населением неречного Азербайджана. И слово «Азербайджан» происходит от слова «Азеры», якобы это «этнос». Общеизвестно, что от «этноса» происходит название страны. И вот на самом деле слово «Азербайджан» происходит от слова «атарпатены», грецкого слова. И это исторический регион Ирана, который находится на северо-западе Ирана. И сейчас до сих пор называется «Иранским Азербайджаном». И вот нашли они в 18-м году впервые вот это название. И было создано азербайджанское государство. А начиная со второй половины 30-х годов 20-го века уже нашли название «этноса», азербайджанец. Якобы это этническое название. На самом деле это географическое название. И вот началась фальсификация нашей истории. И Зия Бунятов создал вот эту концепцию. Якобы они не только являются коренным населением Восточного Закавказья, но и предками азербайджанцев являются коренные жители этого региона. То есть они являются албанцами. И в свое время они были христианами. И потом, после нашествия арабов, они приняли ислам. И на этом они начали присваивать всю нашу историю. Якобы христианская вся история в нашем регионе – это чисто албанская, то есть азербайджанская. В последнее время, в советское время, конечно, эта фальсификация очень тонкая такая была, знаете. Поскольку присутствие Москвы, Центра… Ну, Центр же им помогал. Помогал. Ну, помогал в какой-то мере, наверное. Но все-таки Центр не допускал таких лапсусов, как сейчас они делают, допустим, по поводу Еревана или Эчминадина, что якобы Ереван является азербайджанским городом. И в конце мая 18-го года азербайджанцы решили отказаться от города Еревана Азербайджанского. И в результате чего у Армении появилась столица. Я вам больше скажу. Они говорят, что они дали на прокат, на столе. И что касается Святого Ечминадина, они сейчас считают, что это Ючки-Лиса, три церкви, и Ючки-Лиса – духовный центр Кавказской Албании. И дошли до того, что начали писать, что якобы наша письменность – это албанская письменность. Хачкары – это албанские памятники культуры. То есть азербайджанские. И что интересно, вы знаете, вот у нас очень многие наши специалисты занимаются этими проблемами. Значит, идеологическая борьба на научном уровне идет по этому поводу. И из них член-корреспондент Академии наук Армении Бабкин Аруцюня очень много об этом писал. Кандидат старецких наук Арташе Шахназарян, потом Генрих Савазян, молодые у нас есть, которые занимаются этими проблемами. И что интересно, вот многие думают, что мы должны на научном уровне ответить этой фальсификации. Но я думаю, что писать, что Ереван – армянский город, что это наш древнейший эрабуны, который был основан нашим царем Аргишти I еще в 782 году до нашей эры, и писать, что якобы мы тоже в какой-то мере сомневаемся, что Ишмя-1 является духовным религиозным центром Армении – это уже несерьезно. Вот не случайно, что многие наши российские коллеги об этом в своих книгах писали. В частности, я имею в виду академиков, профессоров, профессоров Данилова и Филиппова, которые несколько лет тому назад издали вот такую книгу, которая называется «Фальсификация истории в постсоветских государствах в школьных учебниках». Кстати, об Азербайджане, что они пишут, что азербайджанские историки до того докатили, что начали писать, что они предки египтян, что Ереван – азербайджанский город, Ишмя-1 – духовный центр Азербайджана. И в конце написано «чушь и многоточие». Понимаете, вот в какой-то мере отрадно, когда вот азербайджанцы начали писать вот такую чушь. В этом плане, я думаю, что на научном уровне ответить на такие вещи не надо, потому что в какой-то мере ты тоже оказываешься в таком состоянии, что ты тоже начинаешь сомневаться в истинности вот этих проблем. Но все-таки фальсификация истории Армении со стороны Азербайджана и Турции занимает важное место в наших трудах. И в течение года, когда мы издаем примерно 15 монографий и коллективных исследований, ну, примерно одна треть вот как раз посвящена вот этим проблемам. Ну, можно не обращать внимания, но дело в том, что это все делается на официальном уровне. И книги издаются огромными тиражами на разных языках в разных странах мира. И согласитесь, историей занимаются даже те люди, которые далеки от истории, да? История – это такая наука, взял книжку, почитал, тебе интересно. И мозг, как губка, что-нибудь-то оттуда все равно отложится. И я думаю, все-таки, раз это делается на официальном уровне, все-таки Армении нужно обращать на это внимание. Я согласен с вами. Больше, да. Вот недавно в Москве, когда была очередная сессия нашей ассоциации института в истории страны СНГ, выступал директор института Таджикистана, Масуров. И что он говорил? В присутствии представителей Азербайджана. Как вам не стыдно это? Вы начали писать, что вовсе восточной Армении не было, и что это восточная Армения – это западный Азербайджан. Разве можно такое писать? Присутствие многих ученых из стран СНГ. Как они отреагировали? Один из них сказал, что извините, мы опаздываем на самолет и ушли. Не ответив на это, понимаете? Вот когда у них после независимости появились нефтяные доллары, и вот недавно, в 2005 году, выступая на заседании Президиума Академии наук Азербайджана, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, «Я готов предоставить вам любые финансовые средства, чтобы вы доказали, что Нагорный Карабах является азербайджанской землей». Такое делается только в советское время, делается вернее. То есть идет сверху наказ, ты должен писать вот так конкретно. Не говорит, что «Я готов предоставить финансовые ресурсы, чтобы вы изучали этот вопрос». Говорит, что «Вы доказали, что Нагорный Карабах является азербайджанской». Понимаете? Это говорит первое лицо. И вот президент Азербайджана недавно заявил, что вовсе восточной Армении не было. А вот их академики недавно писали, что если в греко-латинских источниках ты встречаешься с терминами «Армения», «Арменин», «Малая Армения», «Великая Армения» и так далее, это ничего общего не имеет с Арменией. Якобы это арамейские племена, то есть древно-еврейские и ассирийские племена. Понимаете? Вот когда вот такие вещи говорят на государственном уровне, если человек полуграмотный человек, он уже понимает, что к чему. Поэтому с нашей стороны нужно заниматься вот такими проблемами, но не опускаться на такой уровень, который сейчас находится в Азербайджанской. А если у них еще одна теория, я не знаю, известно, она или вам или нет, теория о хаях, которые якобы прибыли из Индии, будучи цыганами. Есть еще другая у них концепция такая, что это идет, конечно, с сапада, то есть имею в виду Турцию, что ихним предводителем был Турк Ангех, о котором говорит наш Мусе Слой Наций. Турк Ангех якобы. И говорит, что поскольку армяне еще тогда не любили наших предков, называли Турка Ангелем, то есть некрасивым. Даже они не понимают, что здесь причем Ангех слово некрасивый человек. То есть Ангех человек из области Кавара-Ангех-Тум. Понимаете? Они начали писать, что на юге Арцаха, в Катруцком районе, есть общеизвестная пещера Азекская. И говорят, что пещера Азох, от этого слова и произошли азербайджанцы. Азох, Азери, поэтому в последнее время они пишут, что они не азербайджанцы, а Азери. И от слова Азери произошло слово Азербайджан. А мы знаем, что это Атарпатакан и иранская территория. А вот если конкретнее, что это была за культура? Что имеете в виду? Азовская. Ну, Азовская это периода палеолита. Тогда говорить об Этносе невозможно. Но поскольку потом этот регион стал одним из областей, исторических областей Великой Армении, Арцах, естественно, что это армянская корня. Да, есть еще такая версия. Вы, наверное, обратили внимание, что мы сейчас обсуждаем больше не историю Армении, как она есть, а о том, что муссируется в основном. Потому что это наиболее интересно и наиболее рассеивает все вот эти сомнения, которые есть в головах армян или людей другой национальности, слушающих историю, исходящую из Баку. Армяне Нагорно-Карабахской республики. Это армяне в чистом виде, какие есть, или все-таки это с примесью каких-то албанских кровей? Как это преподносится? Значит, есть русский автор 19 века, Зеленский, который пишет, что Елизавета-Польская губерния заселена армянами в основном. Значит, основное население армян Елизавета-Польской губернии коренные жители. Азербайджанцы утверждают, что якобы после переселения атерпатаканских армян, то есть из Хоя, Салмаста, Закуарда, Белый Даган, Минштару Ирана, после этого на этой территории появились армяне. На самом деле, из 40 тысяч переселенцев из Атарпатакана, иранского Атарпатакана, всего-навсего 700 семей были заселены в Арцахе. Это в основном на севере, и несколько сотен семей были заселены на юге. То есть, а после этого они в течение нескольких месяцев, не получая определенной помощи от российских властей, вернулись в Атарпатакан, и фактически там несколько сотен семей, которые происходят из Атарпатакана. Основное население Арцаха коренное. Об этом говорит и та поминника этого региона. Все это армянское. Даже больше, чем в других регионах Восточной Армении. Дело в том, что до сих пор албанцы продолжают жить на этой территории. Это предки, в основном лесгинов. Они ничего общего не имеют с азербайджанцами. Только с армянами. То же самое с армянами. Поскольку они жили на левобережье Куры, на правобережье жили армяне, и албанская церковь входила в состав армянской апостольской церкви. Поэтому азербайджанцы говорят, что поскольку была общая вера у вас, вы начали ассимилировать албанское население, и якобы албанцами являются предки арцахцев и населения Сюни. Иначе говоря, они хотят породниться с карабахскими армянами. Потому что они албанцы, и карабахские армяне тоже албанцы. И даже смешно, знаете как? Вот оказывается, албанцы, то есть арцахцы, восстали против албанцев. Получается так. В 1988 году. Смешно. Еще такой вопрос. Он больше такой документального характера. Я не знаю, имеется ли такой документ, имеется ли такое письмо от Грибоедова, которое он пишет русскому государю, не поселяйте армян в пределах Российской империи, они якобы из такого племени, которые будут говорить, что это земли наши. Есть ли такой документ, есть ли это письмо? Откуда азербайджанцы нашли этот документ, до сих пор неизвестно. Нет архивного конкретного документа. Об этом в интернете говорится. Откуда они нашли? Наоборот, Грибоедов и Ягазар Лазарев вместе с архиепископом Нерсесом Аштар Акици предложили Паскевичу переселить вот этих армян вместо русских казаков, которых они начали переселять в эти регионы. И вот было решено в 1828-1829 годах переселить примерно 50 тысяч человек в пределы Российской империи, то есть в новые пределы Российской империи. Восточную армию. Вот и повторяю вот. Только несколько сотен семей было заселено на территории Арцаха. Странно, что такая сильная научная школа гуманитарная в Армении и до сих пор здесь не создана антидеформационная лига, которая бы боролась с этим всем. Все-таки они же придумывают и документы, пишут за кого-то. За Пушкина, за Грибоедова, за Лермонтова. Это все-таки, наверное, как-то наказуемо должно быть. Знаете как, вот я согласен с вами. Но дело в том, что когда у нас финансовые средства на разных уровнях, естественно и понятно, в этих условиях мы продолжаем бороться против фальсификации со стороны Азербайджана и Турции. И в основном нам удается в какой-то мере победить наших родильников. Это говорит о том, что историческая правда на нашей стороне. Вот сколько лет идет фальсификация истории геноцида со стороны Турции. К чему пришли вот турки? 23 апреля текущего года фактически премьер-министр Турции признал геноцид. Фактически. Почему именно 23 числа он обратился к армянскому народу? О чем это говорит? Столько они писали, что этого не было. Сейчас уже говорят, что какая-то большая трагедия все-таки была. А вот азербайджанцы, их не против, говорят, что ничего вообще не было этого. Сейчас они после этого сообщения, после этого выступления Эрдогана, азербайджанцы не знают, что делать. Даже несколько азербайджанских историков писали, что мы не ожидали, что вдруг наши братья пойдут на это и в какой-то мере готовы признать трагические события 15-го года. Поскольку они вообще отрицали это. То есть, вы хотите сказать, что дела идут к улучшению и, возможно, к следующему... Поскольку на нашей стороне историческая правда, поэтому не надо беспокоиться так. Что вы знаете, идет идеологическая борьба, азербайджанцы обижают нас, я другого мнения. Если человек грамотный, он разбирается истиной. Поэтому, если вы считаете, что все-таки идеологическая борьба дает свои плоды, это в области тех людей, которые очень на низком уровне находятся, и поэтому они верят азербайджанцам. Но нормальные люди, конечно, к сожалению, мы живем в 21-м веке, и если в 20-м веке, хотя в 20-м веке в принципе тоже была информационная война между Восоком и Западом, правильно? Советское телевидение говорило одно, Запад говорил другое. То есть, получается, что она зародилась в 20-м веке. Вы знаете, как, я хочу привести очень интересный пример. Вы можете в интернете искать Институт Истории Азербайджана на русском и на английском языках. После вот этой страницы вы сразу увидите фальсификацию истории региона, Армении, региона по азербайджанской историографии. и столько информации как раз после страницы Институт Истории Азербайджана. Начиная с Миллера, Дягонова и других представителей этой школы, фактически азербайджанской, вы увидите, как была создана вот эта концепция Зиабунятова, Мамедова и до сих пор как это продолжается на государственном уровне. Такая насыщенная информация есть там фальсификация истории Азербайджана. Вот бывают встречи в верхах на политическом уровне между Арменией и Азербайджаном, бывают на экономическом. Бывают ли встречи научных крутгов между армянскими учеными и азербайджанскими? Лет 10-15 назад бывали такие встречи. В основном в Грузии, в России, иногда и в Западной Европе. Но сейчас таких контактов у нас вообще нет. Они вот не участвуют на сессиях Ассоциации Института в истории стран СНГ. поскольку президент этой ассоциации армянин, известный академик Александр Аганович Чубарян, поэтому не участвуют они. Даже вышли. По-моему, последняя встреча была в Киеве, их заместитель Института истории там участвовал. И сейчас уже дискутировать с азербайджанцами практически невозможно. Вот когда наши выступали там в Москве, они все время повторяли мы тоже христианами были, мы тоже христианами были, а потом один из среднеазидских азиатских наших коллег обратился к азербайджанцам слушать мы знаем что вы мусульмане вдруг по имя того, что вы присвоили всю историю Армении стали им оказываться христианами христианами бывает такое ясно спасибо большое напомню это был профессор Ашот Мелконян пользуясь случаем хочу ответить на часто задаваемый вопрос как со мной можно связаться меня можно найти в социальной сети ВКонтакте в группе Антитопор вы можете зарегистрироваться в этой соцсети подписаться в группу по адресу который сейчас перед вами на экране и мы часто будем на связи ведь Антитопор это не только выпуски это еще и масса интересных материалов ВКонтакте в группе Антитопор до встречи на этой же неделе Антитопор